Казалось бы, получить паспорт – процедура абсолютно простая. Подготовил документы, сдал и ждешь звонка. Но для жителей отдаленных сел банальная процедура превратилась в крупные финансовые затраты. Если раньше паспорта вручали на месте, то теперь получить документ, удостоверяющий личность, необходимо в Наринмаре. Во всем по порядку, Олег Итанзейский. Ребенок у меня уже настроился в 14 лет устроиться на работу по уборке территории поселка. Но когда уже время приближалось, сказали, что он не может принять на работу, так сказать, нет паспорта. Сыну Татьяны Хатанзейской 14 лет исполнилось еще в феврале, но главного документа он до сих пор не имеет. Трудности возникли при получении. Раньше паспорта подростков, проживающих на селе, из-за дела ФМС забирали представителей местных администраций. Естественно, по доверенности сейчас же все изменилось. Прокуратура в Федеральной миграционной службе сделала предписание. Мол, закон не соблюдаете, ведь согласно ему получить паспорт вправе только владелец. Ни маме, ни папе, ни сестре и другу его не отдадут. Сотрудники ФМС на нарушения шли сознательно. Людей понимали, чтобы получить паспорт, жители деревень тратили десятки тысяч рублей. Согласно регламенту, пункт 96 документы должны граждане получать лично, потому что сотрудники должны, во-первых, сверить, что это действительно является владельцем паспорта, то есть удостоверится его личность. И, соответственно, он должен поставить роспись в паспорте непосредственно и в заявлении по форме 1П. Тем, кто до сих пор не получил паспорта, отчаиваться не стоит. До 13 сентября сотрудники ФМС посетят все населенные пункты региона. Решить данную проблему окончательно сможет федеральный проект, согласно которому паспорта будут выдавать в многофункциональных центрах. В скором времени они должны появиться почти в каждом муниципалитете нашего субъекта. А проект пока работает в пилотном варианте. Если его признают успешным, то данную идею внедрят и в Ненинском округе. Продолжение следует...